Другая статья, на которой решили сэкономить деньги областные чиновники, больницы и школы-интернаты начать решили с сокращения автопарков. Машины лишатся районной больницы, лесные хозяйства, социальные центры и даже онкологический диспансер. За счет этого планируют сократить расходы областного бюджета. Дмитрий Ковалев продолжит. Распоряжение губернатора Виктора Назаровова подписано 10 января этого года. Официально оно называется о сокращении количества автотранспортных средств в государственных учреждениях Омской области. До 1 февраля чиновники должны подготовить все документы. И до 1 апреля специалисты Минимущества должны будут изъять 64 машины. Как считают в правительстве, они старые и тратить на них деньги не стоит. Большинство автомобилей потеряет Министерство здравоохранения. При этом забирать машины будут не у чиновников, а из больниц. В 8 районах ЦРБ лишатся 3 НИВ, Волги, УАЗа Буханки, 20-летнего микроавтобуса Volkswagen и даже Мерседеса, правда выпущенного 30 лет назад. На 2 машины меньше станет в автопарке онкологического диспансера. Заодно забрали и 2 сравнительно новые машины 2008 года. Ладу 15 модели и микроавтобус Соболь у территориального центра медицины катастроф и городской клинической больницы имени Кабанова. Старые машины заберут у образовательных учреждений. Это 2 адаптивные школы-интернаты номер 15 и 19 и 8 колледжей. Это в основном небольшие грузовики, такие как УАЗ и ГАЗ. Еще 14 автомобилей придется списать в Министерство труда и соцразвития региона. Четыре вазовские семерки спишут в Центре социальной адаптации. Волги, Газели и УАЗики также изымут из автопарков, психоневрологических интернатов, домов престарелых и центров обслуживания населения. Мы обзвонили учреждения и, как выяснилось, не все в курсе, что в правительстве решили сократить их автопарк. Однако большинство руководителей уверяет, они сами списали старые машины. Меньше машин станет у районных ветеринаров. В районных станциях по борьбе с болезнями животных спишут «Жигули», выпущенные больше 11 лет назад. Коснуться сокращения автопарка и аппарата губернатора. Правда, там потеряют всего один УАЗ. Лишняя казалась буханка 2003 года выпуска. Средняя рыночная цена всех 64 машин около 4 миллионов рублей.